Доброе утро! Меня зовут Егор Матаев. В эфире выпуск новостей. Начну с главных тем. Развитие туризма в Алтайском крае обсудили в правительстве региона. В заседании приняла участие глава Ростуризма Зарина Дагузова. Какую поддержку получит отрасль региона узнаете через несколько минут. Инклюзивный театр Гуляевской гимназии занял первое место на международных пифийских играх для детей с особенностями здоровья. Алтайский гребец Кирилл Липунов завоевал золото чемпионата России в байдарке-четверке. О новостях спорта расскажем в конце выпуска. Порядка 30 миллиардов рублей намерены вложить частные инвесторы в развитие туризма в Алтайском крае. Поможет аккумулировать такие средства новая программа льготного кредитования, предусмотренная в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Эту тему представители туриндустрии обсудили в правительстве региона с главой Ростуризма Зариной Дагузовой. Подробности в сюжете Глеба Полянского. Особый акцент при разработке нацпроекта сделали на поддержку турбизнеса, чтобы предприниматели в регионах были заинтересованы в развитии современной туристской инфраструктуры. Бизнес сможет получать кредиты на выгодных условиях, так как государство компенсирует коммерческим банкам ключевую ставку Центробанка, что позволит сделать условия для потребителей финансовых продуктов очень выгодными, а ставку по кредитам не более 5% годовых. Это действительно очень выгодная ставка кредитная и позволяет инвесторам активнее развивать туристическую инфраструктуру, так как сокращает сроки окупаемости объектов. То есть для инвесторов складывается совершенно иная экономика. Как известно, сегодня в туризм все-таки в большие особенно объекты сложно вкладываться длинные сроки окупаемости. Поэтому мы в предварительных заявках видим очень большой объем проектов от Алтайского края с фокусом на Белокуриху и на предгоре Алтае Бирюзовая Катунь и район, собственно, озера Ая. Согласно предварительным заявкам, инвесторы уже готовы вложить в развитие туризма на Алтае порядка 30 миллиардов рублей. Еще одна мера поддержки коснется малого и среднего бизнеса. Средства будет получать регион и распределять среди предпринимателей на конкурсной основе. В приоритете развитие некапитальных модульных отелей, кемпингов, обустройство пляжей и туристических маршрутов. Немаловажной задачей является и уход от сезонности в региональном туризме. На предстоящий год уже запланировано серьезное государственное финансирование отрасли в крае. Это где-то около 700 миллионов рублей точно предусмотрено на развитие сферы туризма. Около 470 миллионов рублей идет нам поддержки со стороны федерального бюджета по линии Ростуризма для строительства дорожного хозяйства, так скажем, на Белокурихе-Горной. И более 220 миллионов рублей собственных средств краевого бюджета предусматривается для реализации разных направлений развития туризма. В Алтайском крае также стартовал конкурс заявок на соискание ежегодных грантов губернатора в сфере развития туризма. Материальную поддержку получат социально значимые проекты некоммерческих организаций. Всего на гранты направили 1 миллион рублей, сообщили в Алтай-турцентре. Подать заявку можно до 10 октября. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга, Новости. Кстати, один из самых ярких алтайских туробъектов – Денисова пещера. Вошла в подборку семи впечатляющих российских объектов по версии национального туристического портала Russia Travel. Она заняла вторую позицию сразу после пещерного крымского города. Напомню, мировую известность пещера получила из-за уникальных находок археологов. Ученые открылись здесь неизвестный ранее под вид человека Денисовский и нашли самое древнее украшение на земле. Кроме того, Денисова пещера – это единственный из археологических объектов страны, который признали особо ценным объектом культурного наследия. Алтайец отчитал туристов, которые оставляли на скальные надписи на одной из гор в Республике Алтай. Видеозапись встречи опубликовали в Инстаграме новостей горного Алтая. Чагин Тиханов – экскурсовод и коренной алтайец. По его словам, активисты очищают стены от рисунков на свои деньги. И когда он увидел, что туристы пишут на скале, остановился и спросил, зачем они это делают. Художники ответили на память для последующих поколений. Я понимаю, везде много написано, но это делают дебилы. Вы же не такие люди. Вот если вот вы представьте, да, вот представьте. Я алтайец, да, я родился и себя вырос. Это мой дом, это мои стены. Я приехал к вам домой и разрисовал все ваши обои дорогущие. Вам будет приятно. Инклюзивный театр Гуляевской гимназии занял первое место в первых международных пифийских играх для детей с особенностями здоровья. На одной из репетиций необычного коллектива побывала наша съемочная группа. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел дюймовочку и сказал ей, что она ему ужасно нравится, хотя не похожа на майских жук. История про девочку, которая не такая, как все. Поставить на сцене дюймовочку в инклюзивном театре Гуляевской гимназии решили полгода назад. За это время труппа увеличилась до 16 человек. 14 из них – дети с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами мы не занимаемся, потому что мне нравится выступать на сцене. И танцевать. Все получилось случайно, спонтанно, но я этому очень рада, потому что это однозначно влияет положительно на ее кругозор. Прежде всего, то есть тут и текст запоминать, и память, и общение с детьми, и вообще умение себя как-то преподнести. Костяк коллектива – участники общественной организации «Солнечный круг» и ученики гимназии. Театр решил отправить свою постановку на первые международные пифийские игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Изначально они собирались поехать на конкурс «Хабаровск», но его перевели на удаленный формат. На репетиции ушло всего несколько месяцев, но юные барнаульские артисты заняли первое место. Мы хотели, когда мы планировали поехать на эти игры, когда мы подавали вот эту видеосъемку на конкурс, мы планировали, что если мы попадем, то мы посмотрим, как другие работают, мы загоримся и будем делать новый спектакль, красивый, как надо. А получилось, что мы сразу сделали, видимо, как надо. Маленькие артисты работали как профессионалы. Репетировали три раза в неделю, готовились с режиссером Анной Бекчановой, актрисой Краевого театра драмы. Даже декорации сделаны руками детей и их родителей. Каждый участник коллектива приложил максимум усилий, чтобы занять первое место. Мы не стали, вот ты плохо говоришь, у тебя будет молчаливая роль, ничего подобного, говорят все. Все танцуют и все делают то, что нужно. Поэтому, наверное, получилось. Ну и плюс, конечно, талант режиссера. И я не знаю, какое терпение и какой талант родителей. Участники коллектива навсегда вписали свои имена в историю пифийских игр. Но для них театр чуть больше, чем просто хобби. Это близкий круг людей, которые всегда поддержат друг друга. И первое место на международном фестивале – лишь одна из их побед, причем не только на сцене. Вадим Слюсарев, Дмитрий Козерлыга. Новости. И о спорте. Алтайский спортсмен стал чемпионом России в гребле на байдарке четверки. Кирилл Липунов завоевал золото на дистанции тысячи метров. Его лодка показала результат 2 минуты 59 секунд. Замечу, Кирилл представлял два региона – Москву и Алтайский край. На соревнованиях в Краснодаре также участвовал воспитанник Барнаульской спортшколы имени Костенко Владлен Ушаков. Его квартет пришел к финишу пятым. К этому часу пока все. До встречи в эфире.